Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Самая маленькая известная звезда главной последовательности в галактике Млечный Путь называется EBLMJ 0555-57AP. Это красный карлик, расположенный от Земли на расстоянии 600 световых лет. Имея средний радиус около 59 тысяч километров, он лишь немного больше Сатурна. Это делает объект самой маленькой известной звездой. В ее недрах происходит термоядерный синтез-процесс, благодаря которому объект поддерживает высокую температуру и излучает свет. В нашей Солнечной системе есть два объекта крупнее этой крошечной звезды. Один из них Солнце, а другой, Юпитер, газовый гигант, имеющий радиус 69 тысяч 911 километров. Это больше, чем у EBLMJ 0555-57AP. Однако эта планета довольно далека от того, чтобы стать звездой. В чем же дело? На самом деле у Юпитера просто недостаточно массы для того, чтобы вещество в его центре стало достаточно плотным для начала термоядерных реакций. Конечно, масса Юпитера очень велика, она в два с половиной раза больше совокупной массы всех остальных планет Солнечной системы. Но проблема в том, что его плотность крайне низка для того, чтобы превратиться в звезду, всего 1,33 грамма на кубический сантиметр. Даже у Земли этот показатель составляет 5,51 грамма, SM3. Интересно отметить сходство между Юпитером и Солнцем. Плотность Солнца составляет 1,41 грамма, SM3, немногим больше, чем у газового гиганта. По массе Солнца состоит примерно на 71% из водорода и на 27% из гелия, тогда как остальное приходится на более тяжелые элементы. У Юпитера на водород приходится 73%, а на гелий – 24%. Именно поэтому Юпитер иногда называют несостоявшейся звездой. Однако вряд ли газовый гигант когда-либо превратится в звезду, если только ему в этом не помогут бестелесные сущности, как в 2001 году, космическая Одиссея, так как у этих объектов совершенно разные механизмы образования. А составы Солнца и Юпитера так похожи потому, что планета образовалась из того же вещества, что и родительская звезда. Для превращения в звезду при нынешних размерах, Юпитеру нужно быть как минимум в 13 раз массивнее. Пока планете неоткуда взять такое количество вещества. По материалам Science Alert. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.